Вот король не на своем цвете, а ферзь любит свой цвет. Директор седьмой школы иногда играла в шахматы с отцом. С тех пор кое-что помнит. Демонстрационная доска – часть комплекта инвентаря. Он скорее символический. Докупить доски и фигуры проблем не составит. Главное – методика занятия с АЗОВ. Назвать шахматный адрес знакомого предмета, потом задачи на съедание клубники определенной фигурой. Уже в конце – классические шахматные задачи. Я оцениваю это на 5 с плюсом, потому что шахматы – это всегда хорошо. Практически минусов здесь нет. Может быть, даже плюс начинается с того, что это самый менее затратный вид спорта. Он дисциплинирует. Он отрывает детей от компьютера. Он заставляет логически мыслить. А там, где логика, там, соответственно, математика, физика, химия. Шахматные занятия будут вести школьные преподаватели в режиме факультатива. То есть, для желающих и не на оценку. Одна из них – четвероклассница Диана. Это интересно, познавательно и увлекательно. Меня папа учит. Мы с ним всегда играем, когда дома нечего делать. Я папе, мы с папой всегда играем с ним. Ну, просто интересно. Познавательно играть, ум развивает. Интересная игра. Здесь же, в здании, занимаются ребята из детско-юношеской спортивной школы. Учащиеся следили за перипетиями матча, за мировую шахматную корону. Это может быть пробиваемая защита, но она очень хорошая, ее защита. Роман учится в первом классе. Первые ходы сделал год назад, играя с отцом. Когда пришел в школу, сразу заметил, что есть шахматный класс. И записался в спортшколу. Ну, не знаю. Мне просто интересно. Как-то так получилось. Взял шахматы и сразу понравились. Начал интересоваться ими. Педагоги говорят, что шахматный факультатив поможет выявлять талантливых ребят, которые смогут продолжить обучение уже по программам спортивной школы. Первые занятия по новой методике пройдут после зимних каникул.